Проверка связи. Я не знаю, снимают ли оно или не снимают. А сейчас идет утро, недельника. Мы движемся в Москву. Движемся в Москву. Итак, дамы и господа, мы приехали в столицу нашей велики России. Город Москва. Сегодня в 8 вечера здесь, в Гардро-Кафе, будет великолепнейшее представление. Будет шоу от группы Побелория. В самом деле мы уже устали. Я уже лично сам устал. Правильно, потому что я несу его вещи. Сейчас мы будем пытаться... Векордеон. Векордеон 35. Определить местоположение нашего будущего жилища. Пока все без происшествий. Гагаринский. Заселились в постел. Наш номер 15. Закрыто. Так, приготовьтесь. Сейчас вы увидите наш номер. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Вы в центре Москвы в гостинице. Симба. Эта гостиница позволяет вам отдохнуть в комфортабельную третую комнату. На самом деле площадь номера достаточно большая. Просто с первого взгляда и благодаря, скажем так, скудости возможности нашей камеры кажется, что он маленький. На самом деле здесь порядка 50 квадратных метров. То есть можно играть в футбол. В микрофутбол. Вот Андрей. То есть вот кажется, что Андрей близко. На самом деле до него метров 20 он сейчас нас даже не слышит. В принципе. Андрей! Да, он далеко. Скажи, что ты думаешь о номере? Шикос. Шикос, да? Да. Подготовка концертной деятельности продолжается. Мы наглаживаем рубашки, наглаживаем футболки. И вот уже буквально через какие-то 10 часов мы выйдем на сцену и за револю. Десять. Много чего. Че? Сейчас уже часов десять. Через 10 часов говорю. Ну а сейчас 10. Через 10 часов будет 10. Сколько выходных цены? Девять. Ты считать умеешь? Ты считать умеешь? Да. Ну, 10 часов ровно. Ну. Ну. Плюс 10. Че, сейчас 10. 10 плюс 10 будет 9 вечера. 10 плюс 10 будет 20. Сейчас 11. Правильно я говорю? Че? Я сказал через 10 часов. Идиот, с кем приходится работать вообще? Митя сытый и довольный. Митя покушал кашки. Митя заинстаграммил кашку. Да, казалось бы, казалось бы, 6 апреля. Москва. А идёт снег. Снег идёт. Люди идут. А вот мы подходим к тому месту, где сегодня вечером Андрей будет петь свои прекрасные песенки. Свои собственные. Вот тут есть плакат Линкен Парка, наверное, они здесь были. Вон, есть плакат Рианы, это известная рок-певица Риана. Есть парень с девушкой в футболке Hard Rock Cafe. Очень классно, очень здорово. Стилизованные ручки. Тут надо делать фотосветы, это культовая вещь, я так понимаю, да? Ты мне можешь что-нибудь рассказать об этой экспозиции? Все было правильно. Да, Митя был прав, Митя был прав. Ты ничего не испытываешь, когда стоишь здесь? Очень горячая вещь, тут жут в небо. Я даже не знаю, как если Митя сориентируется уже наконец? Подожди, это было ладно. Митя не доверяет Андреевиному чутью. Бесит то, что вот оно вертится. Как сделать, что получилось? И все-таки оно вертится! Охо-хо-хо-хо-хо! Оу! И вот! И вот показался он! Красавец Кремль! Красивое, между прочим, здание. Что это такое? Что это за белое здание? Понятеннее. А жаль, красивое. Митя, покажи, как ты ходишь. Я не хочу. Голос, смотри сейчас. Вот, вот именно ради этого, ради этого я и приехал сюда. А тут закрыто. Шел четвертый час наших прогулок по Москве. Гоупро нету. Развлекаться нечем. Тут очень тихо и уютно. Пацаны убежали от нас на километр. Но так-то красиво, так-то перспектива, панорама, все выдержано. Будем надеяться, что мы доживем до концерта. Потому что силы на исходе. Так, дамы и господа, мы приглашаем вас в увлекательную экскурсию по Hard Rock Cafe. Как вы видите, на стенах расположено гигантское количество разнообразных реликвий. Реликвий, оставленных именно здесь легендарными музыкантами, когда-либо засветившихся на музыкальном поприще всего мира. Это барабаны, на которых играл сам Хел Блейн. Вы представляете, кто такой Хел Блейн? Что за костюм? Костюм The Monkeys. Стыдно не знать, но не знаю. О, гитара морального кордекса. Бас-гитара, сопровождавшая игру более 10 лет. Вот тут все понятно. Гитара. Андрей. О, отличный ковер. Ты отличный ковер. Нам бы на базу такой не помешал. Да. А вот смотри, золотые пластинки, золотые пластинки. Чьи золотые пластинки? Чьи это золотые пластинки? А, Sting. О, Sting нормально, да. Марличка, угу. Мы заморачиваемся. Хе-хе-хе-хе. Дэвид Дэвид Зе Кингс. Шер. Медиатор сюда положил. Вот, посмотрите. Хотим оставить свою реликвию. Хом-хом-хом. Медиатор, богоисты, гитаристы группы в Милове. Мало кто не знает, но на самом деле этот медиатор был брошен им во время концерта в хард-рок-кафе. КОНЕЦ В общем, мы победили в конкурсе. Эти два кекса идут о чем-то, разговаривают. Они не поняли, что сделали, когда доверили мне камеру. Вот. Теперь я буду всю дорогу снимать селфи. И удивленный лицо Андрея. Смотри, он нашел палку. Да, да, да. Именно вчера, всего лишь вчера мы выступали здесь. В Hard Rock Cafe, вы уже об этом все знаете. И мы в попыхах и в радостных чувствах даже забыли сделать запись о том, что мы победили и будем через неделю снова выступать здесь. В этом прекрасном месте Hard Rock Cafe. Андрей считает, что это не так. Андрей не воспринимает эту музыку дерзкой. Однако зритель, зритель он тупой. Зритель он не автор. Зрителям кажется, что у нас музыка полна. Видимо, негативных эмоций каких-то, да? Ну или просто сильных эмоций. Дерзка эмоций. Силит. Сильно, дерзка эмоций. Мы пропустили нашу станцию. Вместо станции Воробьевы горы мы почему-то оказались на станции университет. Дебилы. Парк Воробьевы горы. Мы хотим увидеть кого? Дятла. Дятла. Дятла хотим увидеть. Вон, домик Дятла. Домик... Как его зовут? Снегирька. Наверное, это не смотровая площадка, но так-то симпатично. Зомбарей мочу. Чипер, не блядь, я бы что. Прикол, почему типа в фильмах про зомби никто не догадался одеть костюм этого? Доспехи. Железные доспехи эти пробеги. А эти забега не с ним могут сделать? Ну, зомби все разные бывают. Бывают же какие-то там суперсильные, которые просто разовут эти диспекеры. Я вижу. Или кровью там заплывут. Чищили. Плодиспликации. Мы продолжаем наш репортаж. Йоу, мама. Мы сейчас находимся в поезде Чебоксары-Москва. Митя уже переобулся, переоделся. Андрей все еще вынобил. В кадре Митя не будет. Между прочим, меня уже в Москве узнают. Мужик на вокзале. Он и я узнал, да? Что он тебе сказал? Ты, говорит, барабанщик в руку, руку. Я, говорю, да. Это я. А их не узнал. Станцию Музыгский мост. И где-то там вдалеке идет Дмитрий Николаевич. Не спеша. Хабилория, хард-рок кафе, часть вторая. Или акт-трой. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Тун. Тун-тун-тун. 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 Мы, как обычно, идем здесь. В Москве мы только и делаем, что едим. Да. Не кажется? Я говорю, пойдемте в театр. Как-то развеем все культурно. Нет. Есть. Нам сказали, что тут неподалеку есть Кобзон. Самый настоящий. Да. И мы пошли его искать. В общем, не прошло и двух метров. Как мы поняли, что там какая-то движуха. Ой, он еще и поет. Не близко. Я прошу гостей потихонечку. Можно подниматься в квартиру 19. Нет. Мы уже первые двери в Москве вообще. Вот такие два. Хорошо. Дальше малый. 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 На сегодняшнем концерте нас сопровождает настоящий. Настоящий московский звукорежиссер. Да-да. Да-да. Где он? Где он? Он пришел, нет? Я так, у меня начинка. Вот так, у нас. Скоро начнется концерт. И вот уже здесь собралась толпа фанатов группы Побелория. Здесь вы видите всех. Помаши ручкой, гонь. Все пришли. Тысячи человек. Тысячи пришли на нас. Тысячи. Я бы тоже покорил. Я бы тоже покорил, кто выиграл. В принципе, все команды достойные. Мне понравились. Мне понравились. Мне понравились, что у Барсаны танцевали. Побелория, в принципе, без комментариев. Побелория, как всегда на высоте. Да-да-да. Лучше бы на Битлс ходили. Или на Сукачева. Сумири решает. Никого еще не ждет на своем месте. Что думаешь? Мне кажется, они дерутся. Правда, они не смотрят. Я сейчас тоже в пляску ищусь. Давай. Танцуй. 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 А это группа ZTL, реально крутые пацаны, вы очень крутые, очень понравились Сами вы классные Сами вы классные Спасибо Надо как-нибудь к вам в Питер будет приехать Приезжайте Решили выбрать победителя, тут еще проблема вся в том, что мы бы все хотели наградить, но именно победитель получает вот эту вот возможность Поэтому, ну, давай, объявляй, как бы там ни было, ребят, аплодисменты, потому что сегодня это так Вот в итоге, сегодня выигрывает группа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok